Это сегодня Галина Степановна довольно спокойно рассказывает о своей непростой истории. Еще несколько недель назад женщине казалось, что точка в ее деле не будет поставлена никогда. Брещанка занималась ремонтом в своей квартире. Казалось бы, обычное дело. Чтобы немного разбавить привычный интерьер, женщина решила одну из стен кухни поклеить фотообоями. Как оказалось, с этого длинная история только началась. Рисунок был некачественно растянут. Из-за этого планируемая композиция приобрела совершенно иной вид. Претензию Галины Степановны фирма-производитель не приняла. Да, дело тянулось очень долго. Мы прошли инстанции и судебные заседания первой инстанции. И потом областная коллегия нас судила. И назначалась экспертиза. Производитель дошел до Верховного суда. И на всех этих инстанциях ему было отказано. История с Галиной Степановной для областного общественного объединения защиты прав потребителей не единична. Однако чаще всего в такие неприятные ситуации граждане попадают по вине собственной законодательной неграмотности. Не увидел, не дочитал, подписал сам себе приговор, говорят юристы. Мы как добросовестные покупатели идем покупать ту или иную вещь. И просто при покупке ту или иную вещь нам не сообщают, либо не сообщают, не доводят полную информацию нам о товаре, о том, который мы хотим приобрести. Потому что продавцы заинтересованы в чем? Продать товар, а покупатели, он же не понимает, что, допустим, покупает ту или иную вещь. Много есть причин, которые нужно до покупки исследовать, то есть информацию получить. Он задает те или иные вопросы продавцу. Продавец говорит, да, этот товар вам подходит, все. А в последующем приезжает домой, когда начинает читать инструкцию эксплуатации, выясняется, что данный товар вам совершенно не подходит. Решить проблему Галины Степановны удалось еще и потому, что производитель все же реальный, и его торговые точки имеют юридический адрес. Другое дело, когда покупка была совершена через интернет-магазин, что сегодня популярно особенно. Это хороший способ сэкономить время, найти что-то такое, чего не найдешь на прилавках традиционных магазинов, да и цена бывает на порядок ниже. Однако нередко за маской добродушных продавцов скрываются желающие поживиться чужим бюджетом. Создав красочный сайт, снабдив его яркой графикой и заманчивым слоганом «Грандиозные скидки», мошенник может дождаться своей доверчивой жертвы. Бывает, что люди, виновные, совершившие, находятся вообще где-то за пределами Республики Беларусь, в других странах, даже где-то и в Америке, и в Европе, потому что трудно отследить, и трудно привлечь данных уже лиц к ответственности. Но поэтому тоже мы призываем людей быть немножко всегда данными электронными деньгами осторожнее, перепроверять, потому что были моменты, когда уже перечисляли, неизвестно кому, что и как, а потом получилось, что это лицо не существует, или это же существует за пределами Республики Беларусь. Получается, люди заказывают в интернет-магазине ту или иную тоже дорогостоящую вещь. Последнее дело сейчас в суде находится у нас исковое по телевизору. Человек заказал телевизор, в итоге он поступил, привез какой-то курьер непонятно кто, проверить его, естественно, на улице ему передали данный телевизор, проверить его нельзя было, привез домой, достал нерабочий. Начал связываться с всем продавцом, продавец не берет труб, скрывается. Сейчас вот мы через милицию пробуем найти данного продавца уже, данных интернет-магазинов, в кавычках. Поэтому будьте очень внимательны, граждане Бреста и Брестской области, что заказывая ту или иную вещь через интернет-магазин, вы можете оказаться в ловушке. Добраться до истины и доказать. Сегодня это в большинстве ситуаций реально. Если производитель или поставщик действительно нарушил договорные обязательства. Просто не забывая об обязанностях, покупатель должен знать свои права, уметь защитить их. В этом теперь уверена и Галина Степановна. Надо обращаться в Общество защиты прав потребителей за поддержкой. Мы не знаем многих законов, мы не знаем, как себя правильно вести в магазине. Нас красиво как-то так, нас могут обвести и поставить нас в положение, что мы виновны. Хотя это далеко не всегда на самом деле так. Поэтому консультации все здесь совершенно бесплатно в Обществе защиты. Но это очень сильная моральная поддержка, юридическая помощь. И как бы так, руки не надо опускать, надо бороться.